Всем привет! У нас сегодня суббота. Мы последний раз снимали тоже в субботу. Ну, если не считая трансляции, тоже в субботу снимали, когда к Леону в школу шли. И теперь опять у нас суббота. Я вот хотела поснимать наших лошадок или коней, или кто они, я не знаю. Лошади. Слава говорит, там сейчас хозяйка ведёт других этих лошадей, и они стоят уже ждут. Вон, перекрикиваются. Сейчас только что так опять бегали. Где вход? Она по кругу идёт. А вот сейчас, сейчас она зайдёт. Можно интересно снимать? Вон она ведёт других ещё лошадей. Раз, два, да? У меня ещё парочка. И собачка сзади бежит. Смотри, они все идут за ней. Мы сейчас поедем закупаться, Слава их. И это. Потом приедем. Может, тут ещё больше будут они все, и поснимаем. Снимаю ещё немножко. Сегодня 21-ое, да? Да, 21 октября. Погода такая пойдёт. Небо сейчас голубое, солнышко, но это обещают. Вроде всё равно дождик сегодня должен быть. Ну, может, пронесёт. Может, пусть ночью идёт. Чё, она их кормит там? А, да, там стоят эти, пьют они. Собой залаковывается. Наверное, зерно или ещё что-то там. Ну, ладно, мы поехали. Потом поснимаем ещё, может быть. Мы уже едем в магазин. Детей оставили дома. Они дали им задание. Сейчас посмотрим, как они справятся. Дали каждому задание. Ну, как, не каждому. Мы сказали вообще, что надо сделать. Я говорю, сами делите их то, что будет делать. Они тут же начали там прыгать. Ну, мы, конечно, сказали, что наградим. Наградим, наградим. Ну, да. Если ты им скажешь, сами делайте, что хотите, как вы думаете правильным, это будет, конечно, катастрофа. Потому что если все хотят одно и то же, а остальные вещи не хотят делать, это будет плохо. И, в общем, мы решили так, что мы составим список. И будем, допустим, эти работы, которые есть. И если кто-то сделал, допустим, там, убирать стол или ещё что-то другое, пылесосили, ставить галочку или крестик, что это ты сделал. В следующий раз, допустим, ты это не делаешь, делаешь другое. Так что каждому всем по справедливости от всех работ одинаково досталось. Да. А то они начали... Ну, я им сказала, короче, мы сейчас поедем в магазин, приедем. Я говорю, давайте, чтобы было сегодня суббота, уборочный день. Все вместе. Я говорю, вот вы своё, короче, со стола там убрать, мы позавтракали. Машинку эту с посудомоечным разобрать. И, ну, и убрать всё лишнее, что вот всё валяется, там что лежит. Они на своих местах, короче, чтобы поубирали, там постели заправить и всё. И они уже при нас, уже начали вот это так не честно. Люис за пылесос взялся пылесосить. А им, говорит, со стола, короче, чтобы убрали, машинку посудомоечную вместе все. Ну, замыль что-то разобиделся, короче. И Слава потом говорит, всё, мы сделаем такой листочек, говорите, вы будете галочки ставить, и тогда будете видеть то, что делал, чтобы по-честному было. Ну, я помню, мы с моей сестрёнкой тоже так же. Всегда работу полдня делили, а потом быстро делали. Кто что будет делать. Она считала, что это несправедливо, я считала так несправедливо, и вот так вот, короче, вечно был повод поругаться, и ругались, и делили, 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 и, короче, всё равно все были обижены. Следующий вариант будет, это когда хитрость опять такая появится, это давай, короче, галочку поставим, что это ты делал, а я за тебя сделаю. И потом опять всё запутаются, в общем, это лист опять ничего не будет действовать, и в конечном итоге всё как всегда. По крайней мере начать можно уже. Да. Главное, они заняты и делают, потому что как-то приучивать надо. Мы посмотрим. Приедем домой, посмотрим, как они справились своими делами. Там, по большому счёту, это не работа, это просто привести в порядок то место, в котором ты находишься. Там кровать заправить, никто же не читает работы, там насорит быстрее. Ну, для них это, да. Да, ну, нужно так, чтобы они не понимали, что это работа сразу, конечно, оплачивать этим отношением. Ну, это как бы вознаграждение просто. Да, миллионам, может быть, просто оплачивать. Да, не то, что ты платишь за работу, а как просто вознаграждение. Они там кажут для себя что-то там накопить, хотят и купить, я говорю, потихонечку. Ну, посмотрим. Да, копилки у них в нас в настоящее время постоянно опустошаются, потому что... Так они сейчас, знаешь, как они сейчас начали каждую себе копить, и берут с копилки, я говорю, так нечестно, с копилки брать деньги в свой кошелёк, я говорю, да, так нечестно. Да, в общем... Я говорю, копилка остается копилкой, которая для, ну, эти мелочи все. Быстрые желания у них важнее сейчас, чем, допустим, те, которые в конце года там что-то серьезное купить. У них такого чуда пока нету. Ну, ладно, это одно время можно так пустить их, потому что там какой-то там сок, вот увидел, он чуть дорогой, вот я хочу и все, вот как раз копилка. В таком случае может и помочь, но в конце года, конечно, тогда ничего не останется. Но, по крайней мере, они все попробуют, все, что дорого, все, что бы не осталось, это какой-то там неизбыточная мечта, до зарплаты, пока до зарплаты немножко. А потом могут уже и серьезные. Соберут. Потому что мы там тоже не можем какую-нибудь бутылку там за 6 ворот купить или еще что-нибудь. Вот сейчас какой-то блогер выпустил пиццу, ну, свою там, Маргарита пицца вось. И льза мой, все. Вот что-то, которое блогера смотрят, то вот эти вот пенка для душа была, он прям новый выходит, сразу купи-купи-купи-купи. Ну, мы покупали пару. А теперь это самое, теперь вот пицца какая-то, блогер выпустил немецкий. И вот все, мама, когда папины деньги придут, купите пиццу, и говорит, мама, это вот вам, ну, может только одну, потому что она дорогая, 5 евро, что ли, 100 пицца Маргарита. Вот только что вот от этого знаменитого блогера. Пять раз дороже. Да, и вот ему обязательно надо вот эту пиццу вот, чтобы купить. не успокоиться, и ходит, и показывает, и видео не показывает, и как она выглядит, показывает. Короче, он замолен у нас. Можно убираться в доме, как раз повод, если бы не на пиццу. На пиццу. Ну, нет, нет, нет. Сейчас мы едем посмотреть, может быть, есть, бывает просроченный йогурт, или еще что-нибудь. Бывают вообще бесплатные такие вещи, но редко. Я так подумал, если чем просто выбрасывать, они будут. Как раз для помидор это отличное удобрение. Я как-то видел, что в Индии часто используют, если йогурт пропадает, или еще что-нибудь. Бедные люди, они делают компосты с йогуртом. И действительно подумал, что это очень хорошая вещь. Там очень много минеральных веществ, там как раз кальций, в том виде, который очень хорошо усваивается. Почему-либо нет, можно очень хорошо обогатиться, почти за бесплатно. Если сейчас попадется, я вот возьму. В общем, у меня там сейчас и яблоки, и листья, и сейчас еще йогурт туда пойдет. Если я еще повезет, коконгский этот навоз, там будет рай для всех этих бактерий, червяков и насекомых, и грибов разных полезных. И в конечном итоге, да, весной это все уже будет в таком готовом виде. Я землю не выбрасывал, я все вытащил, все это переработал, перемешал. Специальным компостером у нас есть, то есть специальный набор бактерий, там яички, по-моему, даже этих есть дождевых червей. Ну, короче, вот так, все связано. Да. Ну, все, мы приехали, теперь пойдем закупаться. Пока. Вот мы уже приехали домой, и видите, теперь все лошадки здесь. Привет! Доброе утро! Кушают. Заняты. Завтракают. Позови. Как их здесь зовут в Германии? Вон, маленький. Маленькая лошадка. Ой! Забур штается. Лошадочки. Лошадочки. Алло! Алло, Леон. Алло! Алло! Ладно, пошли мы домой, закупились. Слава уже разбирается. Уже занес почти все домой. У нас уже после обеда время сколько? Два часа? Где-то два или три часа. Вон, Слава работает. В огороде дождался. Хотя все равно еще дождь идет. До обеда было солнышко, я вот показывала. А теперь потом пошел дождь в обед. Зо, покажи Швайна Эссен. Ты можешь по-русски говорить? Вот. Русский человек. Мы поехали в Фрукт-Халле. Это такая такой типа складок, где бывают продукты, которые уже срок годности истекают, они продают или даже дают бесплатно. Сегодня мы взяли два больших арбуза. За бесплатно. За бесплатно. Пропадающих, да, за бесплатно. У меня трава там перегорала. И, в общем, я это все вместе смешал. Драли кварк, который уже там старый был, я не знаю, три килограмма. Кварк по-русски как? Это это нельзя сказать творог. Ну, творог такой мягкий. Это что-то между творогом и сметаной. Творог мягкий называется. Творог, да, такой не такой. Мокрый такой. Да. И вот это все я сейчас смешал. Ну, я не буду туда, ну, нет, я калия не буду туда добавлять, в общем-то, залог. И вот эта земля, которая у меня была, вот в этих можешь показать, да, она абсолютно пустая. где эти помидоры росли маленькие. там можно вот я сейчас покажу. Он их туда, эту землю туда вывалил. Вот она. Вот эта земля. Тут ничего нету, абсолютно пустая. Корешки. Все, я ее оживлю. Вот это все я перемешаю. В холодную погоду работают другие бактерии, я точно знаю, где-то после ниже 12 градусов. Об эти бактерии, они дают некоторые преимущества в отношении других, которые скоротечные, быстро все пожирают. и они дают менега токсинов, меньше ядовитых веществ. Менега это меньше. Ты говори по-русски. Скажем так, они витаминизируют, они эту почву сделают очень хорошую, она будет жирная, черная, опять живая. Там будет жизнь мельчешить, когда вот весна придет. Вот это все перегорит. Грубо говоря, в феврале, в конце февраля, вот этого уже ничего не будет, уже будет готовая земля. Будет дождик капать, я сверху там траву наложу, чтобы вот эта органика немножечко туда просачивалась, по чуть-чуть сверху тоже. И где-то, когда будет градусов 10-12, буквально дождевые черви кучей поползут туда все это, чтобы перерабатывать. Вот, и потом это будет земля, которая пойдет опять в эти кубели, в эти... Вот в эти. Да, в эти штучки. Я посажу помидоры, и дальше результат, но я результат уже не буду рассказывать, потому что уже у меня видео это есть, результат такой, что они уже сыпятся, дети сыты, никто ничего не хочет есть, все родственники довольны, в общем. Вот такая вот еда для свиней, грубо говоря, да, то, что я сделал, она превратит все это в благородную землю. Это вот в соответствии с этим климатом, который в Германии, допустим, я не думаю, что в России это подойдет. Ну, если похожий климат такой. Если похожий климат будет, да, потому что если будет мороз, это все просто замерзнет, ничего не будет действовать. А здесь постоянно то морозные дни, то теплые дни, то сможешь солнце высветить, тут градусов 14 подняться, температура среди зимы, около забора, я как-то к забору делаю тепло. И вот это постоянное оживление, да, оно дает это, эффект, когда это все будет очень, очень, очень питательным. потом толстые такие стволы растут у помидоров, такие крепкие цветочки, которые не падают, ну, я не знаю, там борную кислоту хотел чуть-чуть добавить или нет, это такая ситуация. Если я дома рассаду буду выращивать, это борная кислота не обязательно. Ну вот, в общем, я это что хотел показать. Все, мне холодно, я пошел. не стоит, а будет шикарнейшая земля, которую там кто-то покупает за 15 там мешок, по-черкл за 20 евро там, это будет абсолютно не хуже земля. Лучше даже. Все будет прекрасно расти, это мой опыт, да, опыт всегда лучше, чем просто верить, если что-то там мешок покупаешь, что-то написано. Вот. Ну все, мне холодно, я пошла. Вот эти арбузы. Вот эта земля. А как ты их перемолол? Ну, пришлось ручной резать, но они старые были, уже портиться начали, все внутренности, я просто выкреп, все растворилось. А эти шкурки я просто порезаю кусочками, такими кусочками, чем мягче, чем лучше. Раньше я время брал, взял, дробил это все, тогда вообще прекрасно было, через месяц уже все готово. Ну, у тебя сейчас времени много, да? Я имею в виду, чтобы оно перегнило. Да, это еще сколько, месяца 4 будет лежать, да? Да. Где-то месяца 4. Ладно, пошла я. Вот такой у нас день, сейчас пойдем, не сейчас, чуть-чуть попозже, будем. Посмотрим футбол, Леон ждет, ждет футбол, будем смотреть сначала Пурусия, Дортмунд, потом в полседьмого вечера будет Баян играть, Бавария по-русски. Потом будем купаться, детей в сауну отведем, потом сами пойдем вечером в сауну, и все, и наш день закончился, сегодняшний, субботний. У детей сейчас каникулы начались, вчера последний день была школа, сейчас начались каникулы две недели, посмотрим, как они пройдут, нам Слава вообще-то работать, ну, мне только в понедельник и в четверг, ну, и в субботу. В Славе каждый день, или каждую ночь, у него сейчас две недели ночные смены будут, посмотрим, если будет хорошая погода, то, может быть, куда-нибудь съездим. Тут еще мошки, мошки я уничтожен, кидаем вот таким же образом. Ладно, наверное, на этом попрощаюсь с вами, вот такой влог сегодня у нас вышел. Так, прошла наша суббота, ну, еще не прошла, но пройдет. Так что, всем спасибо за просмотр, всем пока! Суббота!